Здравствуйте, дорогие друзья! На этой неделе мы с вами изучаем недельную главу Лех-Леха, в которой рассказывается про нашего великого праотца Авраама, который сам нашел единственного Творца этого мира и посвятил всю свою жизнь, чтобы обучать других людей, что есть только один Творец, которому нужно служить. Тора рассказывает про все, про все его многочисленные испытания. И давайте сегодня поговорим про испытания спускаться в Египет и про войну, чтобы спасти своего племянника Лота. И так мы знаем, что Бог ему говорит, иди в Израиль, все у тебя будет хорошо, много детей, огромное богатство. Приходит Авраам в Израиль и начинается чудовищный, просто ужасный голод. Такого голода не было до сих пор нигде и никогда. Именно в то место, куда Бог ему сказал прийти и все будет хорошо, там был тяжелейший голод. Но Авраам верит во Всевышнего, он понимает, что не нужно даже думать, почему так случилось, все к лучшему. И он спускается в Египет, потому что там есть спасение. Это как бы такое простое понимание, что же там происходило. Он спускается в Египет и он там находится как бы в таком вот изгнании. И он ни на секунду не подумал, а почему Бог так создает? Бог не обещает, что все будет хорошо, а тут такой чудовищный голод. Он так не думал и поэтому он выстоял в этом испытании. Затем Тора рассказывает, что Немрод, царь Вавилона, нападает на другие войска, на другие государства и берет себе в плен племянника Авраама Лота. И Авраам, конечно, идет спасать своего племянника. Это тоже очередное испытание, спасти своего племянника. Он рискует своей жизнью. У Немрода огромная-огромная армия, 800 тысяч человек. Авраам его побеждает. Да, вот такое вот испытание. Говорят нам наши мудрецы, что не нужно так все буквально понимать. Здесь, в этих двух эпизодах, находится намного больше и глубже понимание. А что же там находится? Говорят нам наши мудрецы, что после греха первого человека и после той вот духовной нечистоты, которую мы получили от Нахаша, от змея, чтобы получить Тору, мы должны очиститься. Чтобы получить Тору письменную, мы должны пройти египетское рабство, очищая себя в этом рабстве и получить письменную Тору. Чтобы получить также Тору устную, мы должны затем быть в вавилонском рабстве. Ужасное вавилонское рабство позволило нам очиститься от дополнительной нечистоты, от змея. И мы смогли получить Тору устную. А откуда же у еврейского народа были силы пережить такие чудовищные испытания египетское и вавилонские рабства? А потому что Авраам Авину в нашей недельной главе, то, что мы с вами обсуждаем, он спускается в Египет. И когда Авраам уже сам находится в изгнании египетском, он нам передает генетически силу пережить это изгнание. А Авраам Авину спускается в Египет, чтобы потом его дети, его потомки, мы, смогли пережить египетское изгнание и очиститься, чтобы получить письменную Тору. Откуда у нас была сила пережить 400-летнее изгнание в Египте, где нас убивали и мучили? Потому что Авраам Авину уже это все пережил. И генетически мы получили силу, как его потомки. Что происходит затем? Немрод, которой цель Немрода была воевать со Всевышним. Все, кто признают Бога, он их уничтожал. Он объявил войну Богу. Кто ему мешал? Один человек. Авраам. Авраам, который всем объяснял, что есть Творец, давайте ему служить, и всем будет от этого только хорошо. Немрод его за это ненавидел. Он объявляет войну Аврааму и берет его племянника Лота в плен, чтобы начать войну с Авраамом. Авраам Авину с ним борется в Вавилоне. Он побеждает Немрода, короля Вавилона. Тем самым он тоже находится в Вавилонском изгнании частично. И наши, и его потомки, наш народ потом может выжить в Вавилоне, потому что Авраам Авину уже это все пережил. И дал нам силы пережить Вавилонское изгнание. Также говорят наши мудрецы, что потомком Лота был Великий Ровы. Великий Ровы, который потом был одним из основателей Талмуда, Устной Торы. Авраам Авину в Египте помог нам получить письменную Тору, дал нам силу пережить Египетское изгнание. Авраам Авину в Вавилоне победил Немрода, помог нам пережить Вавилонское изгнание. И спас Лота, потомком которого будут Великий Ровы, который потом со временем запишет Устную Тору наш Вавилонский Талмуд. И эти события, они очень-очень колоссальные. Поэтому написано в Торе, сразу после войны Мальки Цедек, Шем, сын Ноха, приходит к Аврааму и приносит ему Мальки Цедек, Мелех Шалем, Уци Лехем Ваяен. Приносит ему хлеб и вино. Именно после войны священник Всевышнего, праведный Шем, приносит ему вот эту пищу. Почему? Потому что хлеб – это письменная Тора. Вино – это устная Тора. И когда Авраам Авину пережил вот эти два испытания с Египтом и с Вавилоном, пришел к нему Шем и сказал, я тебя поздравляю, ты помог своим потомкам получить письменную и устную Тору. Вот такие вот потрясающие события были еще при жизни Авраама. Еще Авраам, уже Авраам начал помогать нам, получать Тору, которую через там много-много лет получит Мушей Рабейну на горе Синай. Спасибо огромное за внимание. Шаббат шалом! Продолжение следует...